В этом видео показаны основные приемы работы на арифмометре Mercedes R44SM. Эта инструкция также подходит ко всем близким моделям. Целотроном, Мерседесом и Мерседес-Левклидом 37, 38, 43 и 44 моделей с разными буквами. Для начала обратите внимание на положение рычагов. Этот в нижнем положении, этот в верхнем, этот в левом, в верхнем, в среднем, в верхнем. Это клавиши в верхнем положении. Это стандартное положение рычагов. Если поставить рычаги иначе, то результаты работы могут быть неожиданными. Далее я расскажу о каждом из них подробнее. Для начала рассмотрим сложение. Скажем, мы хотим сложить числа 12 и 123. Вот у нас тут нолики везде видны. Вместо них появится сумма. Набираем 12, 1, 2. Каждая колонка это один разряд. Нажимаем плюс. И вот к нулю прибавилось 12. Вот здесь 12. Теперь набираем 123. Точно так же нажимаем плюс. И вот у нас сумма. 135. А здесь у нас двоечка, потому что мы сложили два числа. Теперь предположим, мы хотим отнять какое-нибудь число. Например, 1234. Набираем число точно так же. Нажимаем минус. И вот у нас число. Число, как вы видите, отрицательно отображается неудобно. Вот здесь ручка. Переключаем ее. И получаем ответ. Это редкая особенность тарифометров. Больше их часть не умеет работать с летательными числями. Мерседесов это умеют. Вы, наверное, уже обратили внимание, что сразу после каждой операции число, набранное на клавиатуре, сбрасывается. Это можно отключить с помощью рычажка R. Вот, скажем, я набираю, переключаю рычажок R вверх. Прибавляю 1111. Прибавляю. Теперь хочу прибавить 1112. Предыдущее число осталось нажатое, так что мне нужно нажать всего одну клавишу, чтобы изменить число и получить 1112. Вот я здесь прибавляю. Вот. Когда мы все посчитали, нужно очистить эти счетчики. Вот у них есть не мерки, а первый, второй, третий клавиатура. Нажимаем на соответствующие клавиши, и рычаги очищаются. И счетчики очищаются. Первый, второй, третий. Их можно нажимать одновременно, одним движением. Теперь рассмотрим умножение. При умножении клавиатуры делится на две части. Вот тут видите, здесь черная колонка черных цифр. И снизу подписано, что при умножении черная колонка это младший разряд умножителя. То есть вот так вводится первый множитель, вот так вводится второй множитель. Ну и давайте посчитаем, скажем, 11 умножить на 11. 11 в первый множитель, 11 в второй множитель. Нажимаем клавишу умножить. Вот, пожалуйста, результат. 121. Результат прибавился к счетчику оборотов. Можно, например, прибавить к нему еще один результат умножения, скажем, дважды 2. 2 на 2. И вот у нас счетчик результатов. Сумма 11 умножить на 11 плюс 2 умножить на 2. Вот. Для управления умножением тут есть дополнительные клавиши и узлы. Во-первых, есть вот эта вот клавиша. Если мы ее нажмем до упора вниз, то множитель будет не прибавляться к счетчику оборотов, а вычитаться из него. Вот сейчас тут 13. Считаем еще раз 11 умножить на 11. И из 13 вычитется 11. Нажимаем клавишу. Осталось 2. А 121 как прибавлялась к счетчику результатов, так и прибавилась. У этого рычага есть еще среднее положение. Вот верхнее. Вот чуть-чуть утопленное среднее. В нем при умножении счетчик оборотов вообще не используется, отключается. Ну и это уменьшает выработку счетчиков оборотов. Если вы постоянно умножаете, и вам не нужна сумма умножителей, то можно им воспользоваться. Главное не забыть его потом обратно на верхнее положение вернуть. Рядом есть рычажок. Вот. Плюс-минус. Если его перевести в нижнее положение, в минус, то результат умножения будет вычитаться из счетчиков оборотов, а не прибавляться к нему. Вот давайте еще раз посчитаем 11 на 22. 11 все еще горит. 22 ввели. И сейчас 11 на 22 вычитется из счетчиков оборотов. Из счетчиков результатов, извините. Прошу прощения. Этот рифометр иногда зависает, так что пришлось его остановить и сбросить. Вот. Вот. Следующий рычаг используется для умножения длинных чисел. Если вам нужно умножать числа, которые влезают в половину клавиатуры, то он не нужен. Но давайте мы предположим, что мы хотим умножить число вот такое вот. Много-много леденечек. Если его просто ввести, то окажется, что оно залезает в левую часть клавиатуры, в которой находится первый множитель. Нам это не нужно. Поэтому мы переводим рычажок в нижнее положение, вводим первый множитель. И вот рифометр остановился, и мы можем ввести второй множитель. Вводим второй множитель, длинный-длинный. Переводим рычажок обратно в верхнее положение, и рифометр считает. Вот, пожалуйста, посчитал. Ну и последний рычаг. Это автоматический запуск умножения при нажатии вот на эти кнопки. Если вы постоянно что-то умножаете, то благодаря этому рычагу вам не нужно каждый раз тянуться сначала к этим кнопкам, а потом к кнопкам умножения. Вы можете просто ввести множителя, нажать кнопкой спроса счетчиков. Да, прошу прощения, очередной глюк. Нажать кнопки счетчиков, и произойдет умножение. Да, снова извиняюсь за сбой. Рифометр надо смазывать. Давно этого не делал. Так, теперь про деление. В общем, с делением все примерно то же самое, что с умножением, только черный столбец клавиш, он в данном случае является не старшим разрядом множителя, а младшим разрядом делителя. То есть вот вводится делимое в эту часть клавиатуры, и в эту часть клавиатуры вводится делитель. Давайте посчитаем, скажем, 1 делить на 3. 1, 3, клавиши деления. И вот результат счетчиков оборотов. Вот. Это клавиша направления работы счетчиков. Пределение почти не работает. Это позволяет, этот рычаг позволяет вычитать частное из счетчика результатов, а не прибавлять к нему. То есть вот если мы сейчас запустим, то по идее должно из счетчика результатов вычиться то же самое число. Давайте проверим. Вот. И мы ожидаем, что получилось, что 1 делить на 3 минус 1 делить на 3 равно 0. Чуть выше находится рычажок выбора точности. Сейчас установлено среднее положение максимальной точности 10 знаков. Но вот мы его сейчас представим в положение 4 знака. Видно? Видно. И если мы опять разделим 1 делить на 3, то получим частное, не с максимальной возможной точностью, а только с точностью до 4 знаков. Это удобно, потому что максимальная точность нужна не всегда. Машинка считается достаточно медленной, как вы обратили внимание уже. Вот, пожалуйста, 4 знака, а дальше 0. Если вы что-то напутали, машина зависла, например, если вы начали делить на 0, то вот тут справа здесь рычажок. Если за него дернут, деление останавливается. Вот сейчас покажу. Вот сейчас машина настроена делить 0 на 0. Запускаем. Вот она делит 0 на 0. Вот она делила время за рычажок, машина останавливается. Теперь нужно вернуть каретку в нормальное положение, ну, например, клавиши умножения. И, пожалуйста, можно считать дальше. Так, у нас остались неразобранными вот эти три клавиши и вот этот рычажок. клавиша M переносит число из левой, число, введенное в левую часть счетчика, в специальный регистр множителя. Это нужно, например, для вычисления квадратов, кубов и так далее. Вот, скажем, посчитаем 2 в квадрате таким образом. Прибавляем число 2. Нажимаем на клавишу M. Оно введется в скрытый регистр. Вот, видите, загорелся флажок регистра. Видно? Прошу прощения. Да, показать вам это, к сожалению, не могу, потому что арифмометр сейчас зависает, попытка демонстрации этого узла. Так что давайте просто скажем, что вот этот рычажок позволяет одновременно с нажатием клавиши M сбрасывать оба счетчика. Вот. А клавиша S добавляет число из счетчика оборотов в специальный суммирующий счетчик. Вот, скажем, запишем счетчик оборотов в счетчик результатов единички. Вот тут единички. Вот мы их сейчас перенесем вот сюда. Вот они. Теперь мы можем считать что угодно какое-то время, скажем, умножить число на 111. 111. И прибавить результат к этому счетчику еще раз. А клавиша S1 наоборот сбрасывает этот счетчик, прибавляет его результаты к счетчику результатов. Вот. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok